Перед работниками агропромышленного комплекса стоят новые задачи. Итоги перспективы отрасли обсудили в Доме правительства. Здесь прошло расширенное заседание правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Министерства сельского хозяйства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В таком расширенном составе аграриям удается собраться только зимой. До подготовки к полевым работам остаются считанные недели. Сейчас необходимо решить наболевшие вопросы и сверить часы. Республика с 2018 года включается в пилотный проект повышения производительности труда. И наша задача с вами повысить производительность путем повышения качества агротехнических процессов, модернизации производства. И все это должно повлиять в конечном итоге на рост прибыли и обеспечить достойную зарплату. Сегодня работают в отрасли сельского хозяйства 11 тысяч человек. За 11 месяцев 2017 года производительность труда в агропромышленном комплексе возросла на 4%. В сельском хозяйстве на 11% и в пищевке производительность выше средней в промышленности республики в полтора раза и составила 2,8 миллионов рублей на одного человека. Прошлый год в памяти аграриев останется надолго. Из-за щедрого на дожди лета работы на полях затянулись, но все же удалось собрать рекордный урожай зерна. Республика по-прежнему занимает лидирующие места по производству мяса, яиц и картофеля. Сейчас приоритетная задача в сфере АПК увеличить экспортные поставки продукции. Рынки свободны. Валютный город сегодня хороший, соответственно, и от этого еще вы больше маржу получите. Вот это тоже главная наша цель вместе с вами. 20 миллионов долларов по итогам прошлого года будет, это значимый показатель. Еще одна задача на перспективу – наладить переработку зерна. Тут вопрос возникает у нас отсутствие мощностей для переработки. Мы все прекрасно понимаем, что Турция является одним из крупных переработчиков, частности нашей зерна. И здесь готов прийти на помощь федеральный центр. Необходимо делать ставку и на высокомаржинальные культуры. Спросом в стране и за рубежом пользуются тепличные овощи, горчицы и хмель. Сельхоз-товаропроизводители на спрос реагируют. Количество плантаций зеленого золота в регионе увеличивается. Цель ваша – это получение прибыли. Соответственно, агропромышленный комплекс сегодня, ведя свой бизнес, получает прибыль. Не обошлись стороной и проблемы молочной отрасли. На снижение закупочных цен влияет увеличение объемов импорта сырья. В правительстве страны готовят новые правила. По факту завезли дешевое сухое молоко, потому что летний период времени избыток молока. И отдельные крупные молочные заводы, не у нас в Чувашской республике, а которые находятся в мегаполисах, начали смешивать. Предъявляют претензии молочным заводам Белоруссии. Там бакийский вообще переизбыток. Для них российский рынок очень, как бы сказать, емкий. Поэтому будут прикрывать границы. Глава региона отметил, что сфера АПК вышла на новый виток развития. Результативный труд аграриев отметили наградами. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.